всем общий салам алейкум сегодня я хочу сделать ролик про часть аргынов казахских аргынов которые называются правильно аркуны так как это потомки двух предков ар и кун сыновей жана по атащи жре об этом я говорил в предыдущих роликах этот ролик будет продолжение той темы про аргынов аркунов аргунов так называемых в европе их назвали гуннами в китае назвали их хуннами на самом деле это кунны вот и вот часть казахских аргынов перекочевав в центр европы создала там еще одно из государств ныне именуемых русскими венгрия называется а так на хунгария кун ария на самом деле это тоже часть аргынов ну вот мы казахи называем аргынами но тоже искаженно на самом деле аркуны аркуны правильно венгрии правильно себя именуют они называют себя кунами не гунами они называют вот вы сейчас в ролике это услышите убедитесь вот это тоже часть нашей казахской истории поэтому я сейчас это записываю ролик на русском языке чтобы людям которые в европе живут тоже было понятно откуда у них корни идут и как они связаны с казахами хотя мы очень сильно уже отличаемся за тысячелетие истории пару тысячелетий истории нынешние потомки тех про про то казахов они уже не похожи на современных казахов вот этому поспособствовали такой временной такой фактор исторически как время вот посмотрите вот этот ролик я хочу с вами вместе его значит посмотреть и пара параллельно его прокомментировать будет интересно я местами буду свои комментарии добавлять а вы посмотрите это будет интересно нынешним нашим современным казахам тоже так скажем новый взгляд на современную на современность а также но взгляд на старую так сказать забытую историю и обретение так скажем родственников дальних родственников за рубежом будет очень интересно и полезно и довольно впечатляюще давайте сейчас посмотрим вот этот ролик я нашел в интернете там наш этот наш брат арман мухаммедов да да кажется мухаммедов вот он про путешествовал в венгрию за этот видеоролик они сделали но я надеюсь они не будут никаким не против что я его в своей вот этой своем ролике использую никаких там прав я ни на что не претендую на их труд как говорится я просто пользуюсь плодами их работы соответственно тоже свой вношу свой вклад посильный как говорится но исторический вклад вот но они сами если посмотрят этот ролик они поймут о чем я говорю какой мой вклад в это в это дело так скажем познание своих предков своих корней давайте при сейчас я этот ролик включу и посмотрите будет очень интересно во все времена тропы пути и трассы служили человечеству ключами к эволюции исчезали империи и цивилизации вековая пыль за металла столицы и города но дороге вновь приводили сюда новых людей мы отправляемся в экспедицию the treasures of the nation чтобы найти ведь миру факты о жизни на распутьях античности автомагистрали лишь вершина веков но если след оставлен то он непременно будет найден даже тысячи лет спустя в этом выпуске зачем аварскому кагану нужен слон где в венгрии находится ставка настоящих степных рыцарей какое отношение гусарам имеют потомки венгерских копчаков венгрия самая западная точка великой степи и хотя история этой страны во многом похожа на историю любого другого степного народа все же на дорогах проложенных мадьярскими войнами можно встретить нечто уникальное венгрия отличается в первую очередь уникальным языком о происхождении которого до сих пор спорят ученые и которые входят десятку самых сложных языков в мире здесь расположены 22 винных региона и самое большое в европе пресноводное озеро болотон венгрии забрали шариковую ручку витамин c голограмму кубик рубика и компьютер но самое главное венгрии до сих пор помнят что их предки когда-то пришли из великой степени специально комментирую здесь остановлю ролик я именно обращу внимание что когда он говорит венгры это слышите так нашим казахам архуны или архуны архуны изобрели шариковую ручку кубик рубика и компьютер я вам перевожу на наш язык казахский как говорится то есть часть казахов то есть часть архунов сделал вот такие новшества в мировом масштабе прекрасен священный дунай здесь на протяжении тысяч лет омывали свои руки поколения кочевников великой степи скифы гунны и кипчаки монголы и другие а ныне хранителями священного дуная являются мадьяры когда говорят о венгрии все вспоминают о буннах и кипчачатых Хотя здесь, на земле Венгрии, были и другие кочевники, оставившие значительный след в истории этой страны. Например, Авары. Здесь я хочу напомнить тем, кто не слышал, но предыдущий ролик не смотрел, что Авары – это тоже часть аргенов, казахских аргенов, которые укочевали тоже на запад в Европу. Вот я про них тоже делал один из предыдущих роликов – Авары, Аварский Каганат. Посмотрите там более подробно, вся эта история рассказана и расписана. Сейчас я здесь попробую ссылку на этот ролик сверху как-то вывести. В Ютубе вроде делают как-то, но посмотрим. Если нет, то внизу там, где комментарии, там увидите ссылку на тот ролик. Авары пришли на территорию современной Венгрии в 568 году. Это было очень быстрое вторжение. Всего лишь за два года Авары овладели всем карпатским бассейном. Власть Аварского Каганата распространялась в то время от Волги до Думая. Авары принесли с собой неизвестную в Европе тактику ведения войны. Ядро Аварской армии составляла элитная тяжелая кавалерия. Другим очень важным нововведением, которое Авары принесли в Европу, является стремина. Вставая на стреминах, на полном скаку Авары искусственно применяли в бою очень тонкие кобья, что было абсолютным новшеством в военном искусстве того времени. В течение последующих 50 лет Авары держали в постоянном напряжении Византийскую империю, регулярно производя набеги на ее территорию и привозя оттуда огромное количество трофеев и дань. О влиянии Авар в Карпатском регионе говорит такая история. Один из известных аварских правителей, Каган Баян, услышав, что существует такое животное, как слон, приказал византийскому императору немедленно доставить эту диковинку к нему. Византийцы достали слона с великим трудом и долгое время гнали его ко двору Кагана Баяна. Но увидев слона, Каган равнодушно махнул на него рукой и сказал, «Зачем мне это животное? Увидите его обратно!» Вот здесь упоминается Баян Каган. Я про него подробно рассказывал в этом ролике, про аварский Каганат. Вот это предок Аркунов, предок Архынов нынешних казахов, и авар, кавказский Хавар, тоже предок. Этот гениальный, так скажем, полководец, можно сказать, о нём европейские историки отзываются как о некоем аварском, то есть архынском Александром Македонском. Его талант военный, и не только военный, вообще объединить, создать государство, которое за 50 лет шороху навело в Европе, всю Европу под себя подмяло и стало грозным врагом Византийской и Римской империи. Вот вы слышите здесь, византийский император, прихотем Баян Кагана, не осмеливался перечить, как говорится, приказал привезти слона. Но, несмотря на мощное присутствие авар и других кочевников в регионе, жители Венгрии называют себя Мадьярами, а сама страна именуется Мадьяр-Орсак, страна Мадьяр. Почему? Венгрии пришли сюда в 895 году, хотя они присутствовали на этой территории небольшими группами еще середины 9 века, участвуя в боевых действиях на стороне либо франков, либо маравского государства. Однако к концу 9 века можно говорить уже о полномасштабном заселении Карпатского бассейна Мадьярами, которое в нашей истории именуется Хонфоглала – обретение родины. Мадьяр-Орсак, где Мадьяры находились до того, достоверно неизвестно. Предполагается лишь, что зародился мадьярский этнос где-то в Южной Сибири. Мифической прародиной мадьярского народа считается Магна-Хунгария, которую ученые ассоциируют с регионом Урала-Волжского междуречья. Здесь мадьяры, скорее всего, входили в состав таких тюркских государственных объединений, как Булгария и Казарский Каганат. Вот мы-то знаем, откуда венгры родом, из каких степей. И мы знаем, что они из казарских степей, и они часть казарского рода. Просто они забыли своих предков, свои корни. Поэтому они сейчас гадают, не знают точно, где их корни. А корни их прямые – это вот среди арвонов, казахских арвонов. И вот то, что здесь называют Хазарский Каганат и Булгария, это тоже, значит, Хазарский Каганат, он тоже прямо относится к Аркунам, потому как хазары, так называемые, это потомки, я имею в виду их костяк, это потомки Каз, Ара. То есть Каз – это тоже сын Ара, который сын Жана, по нашему Аташи-Жре. И они, их потомки этого Ара, тоже потомки Архунов, создали вот такое государственное объединение. Северное Причерноморье, Кавказ, Южная Сибирь. Булгария – это тоже часть Архунов. Булгария – тоже часть Архунов, но там ещё другие наши братья. Это насчёт Бул – это Бол, потомки Бола. Бол, потомки Бола – это вот нынешние Капшаки и Кунраты. Это их предок Бол-хан. Поэтому совместно с другими нашими казахами, которые тоже из нашей казахской степи, они создали вот эти государства, государственное образование, как Булгария и Хазарский Каганат. А в Хазарском Каганате и о Булгарии я, наверное, позже, наверное, тоже отдельно как-то остановлюсь на теме их происхождения. Вот вкратце вот так. Большую роль военных успехов венгров играло вооружение. Здесь мы видим мадьярскую саблю, детали луков и наконечники стрел. Как и любые другие кочевники, мадьяры были конными воинами. Здесь мы видим принадлежности для верховой езды, которые были важнейшими предметами мадьяр при жизни и поэтому сопутствовали им в мире инон. Венгрии были знамениты в Европе многими сторонами своего боевого искусства. Например, они умело стреляли из лука на полном скаку, обернувшись назад. Соседние народы с трудом могли понять их тактику ведения войны. Венгерские всадники обладали тем самым стандартным степным комплектом боевых навыков и оружия, который приносил славу кочевникам во всей Великой Степи. Так называемый рефлексный лук обеспечивал большую изначальную скорость выбрасывания стрелы. Тактики притворного отступления, заманивания в засады и охвата врага с флангов гарантировали его полное уничтожение. Легкая мобильная мадьярская конница совершала неожиданные и точные нападения на противника. Тяжелой, неповоротливой, неуклюжей европейской армии на тот момент просто нечего было ей противопоставить. Не случайно в те времена самой распространенной молитвой в домах европейцев было «Боже, спаси нас от мадьяр». Смешно, да, слышать такие фразы «Боже, спаси нас от мадьяр», казахтар. «Боже, спаси нас от аркунов, от казахов ДНД». Да, воинственные предки наши навели шуруху по всему миру, не только в Европе, конечно. А насчет тактики, да, видите, да, казахтар, наши, до последних времен, да, похожая тактика, ложное отступление, заманивание врага в ловушку и так далее. Это все кочевнические такие тактики, широко используемые, использованные нашими предками, искусственными воинами. Тоже интересно, да? Венгрия Страна удивительной, умиротворяющей, природной красоты. И кто бы мог подумать, что в этой тишине и благодати, в глухой венгерской деревушке Капошмэра, словно оживший из древних степных легенд, мастер готовит настоящих воинов. Субтитры создавал DimaTorzok Мне было 6 лет, когда я изготовил первый лук. В то время отцы показывали, как делать такие нехитрые инструменты для стрельбы. Мы просто сгибали пруд ивы и натягивали тетиву. И с тех пор какое-то оружие у меня постоянно было в руках, лук или рога. С 20 лет я уже начал серьезно заниматься изготовлением профессиональных луков. Сначала реконструировал традиционные мадьярские луки, потом уже начал делать гунские, аварские, монгольские. В 28 лет я уже был профессионалом. Далее уже стал думать, как стрелять из лука верхом на лошади. Этому учился тоже сам, потому что до меня этого никто не делал. И я настолько тщательно разработал эту программу, что сейчас у нас это отдельный вид скоро. Мы, венгры, приехали сюда из Азии, верхом на коне с луком в руках. И сейчас я хочу показать, что мы можем делать то же самое, стрелять из лука верхом на коне. Это до сих пор живет в душе. Когда я только начинал, у меня было очень много сподвижников. Все, кого вы видите вокруг, все мы ищем связь с нашими предками. Ну что, казахтар, слышите же, все ищут связи с предками. Все жаждут этого. Современные потомки по-любому хотят найти свои корни. Это родовитость, это качество такое по-казахски. Это тектолик, когда люди гордятся своим происхождением, знают, какого они рода, от кого они происходят, кто были их предками. Иначе говоря, это лекарство от манкуртизма современного, которое, кажется, заразил весь мир. Вот казахтар. Родственники наши ищут связи с предками, с братьями. Вот это наши братья. Выходите на контакты с ними. Общайтесь. Обретайте новых друзей. Хоть мы и разные сейчас. Очень разные мы внешне, по менталитету и так далее. Но мы одной крови, как говорится, как Маулина. Ты и я. Вот это наши братья. Дальние-дальние родственники наши. Вот. Ну, жаждущие своих, найти своих предков. Вот мы, казахи, держим Харашанрак, колыбель народов, предков, так скажем, этих современных народов Евразии. Вот надо пробудить в них родственные чувства и, так скажем, обретение старой родины, как говорится. И, так сказать, лоро, очень аматерсинка. Тысячи, тысячи учеников у меня было. Очень трудно назвать точную цифру, так как я преподаю не только в Венгрии, но и за ее пределами. В Китае, в Канаде, США. Даже прямо сейчас здесь, в моей школе, зарегистрировано для обучения 200 человек. Здесь вы видите только начинающую группу. А что это им дает? Зачем им, современным людям, когда автомобили, компьютеры стрелять из лука, скакать на ошибку? Современный человек разучился общаться с природой. Но это неправильно. Мы вышли из природы и не должны терять с ней связь. Это очень важная вещь, что у нас есть в луе, у нас есть в луе, у нас есть в луе, у нас есть в луе. Очень правильно сказал, связь в прошлом надает человеку черпать силы из своих корней. Я бы сказал еще по-другому, я бы представил бы так, как человек или народ представляется как большое дерево, как наши предки представляли вот в Аташи-Жире, как дерево с корня, начиная с ствола и там далее. Батахтар, как сказать по-русски, ветки, далее листочки и так далее. Вот это целая крона, это вот это и есть целый народ. Вот он происходит из одного корня, как говорится. И питается все дерево, весь народ питается из корней, из своего прошлого. Вот эти, каждый листочек это вот индивиды, то есть каждый человек в отдельности, как говорится. рожденный от своих родителей, родителей от своих предков и так далее, праотцов и так далее. Вот так вот целое дерево, допустим, выражает. Если обрубить дерево корней, отрубить его от корней, то дерево засохнет и в конце концов умрет. Вот так же и народ, если от корней его оторвать, он умрет, как говорится. и каждый вот этот индивид, каждый листочек, он получает свою долю духовного, так скажем, питания, пищи, силы, энергии именно из корней, из своего народа. Вот так вот целый организм, он живет и он здоровый, когда все у него функционирует правильно. Вот и история есть, и он опирается на как говорится, твердый фундамент. А если у него нету корней, и он потерял связь с прошлым, он превращается в манкурта и становится предметом манипуляций разных злоумышленников, которые могут пользоваться им. И в современном мире таких примеров очень много. вот поэтому и используют в некоторых государствах и раньше там тоже такие отряды, так скажем, из тех, из этих жетендер, как по-русски, из сирот, которые не помнят, не знают своего прошлого, не знают своего родца, нет у них никого близких. Они просто предмет манипуляции в руках их владельцев. Это как щенка, например, какой-то собаки породистой, пусть даже волкодава, например, его выращивают хозяин, он его использует и воспитывает так, как ему нужно и использует там кому скажет фас, на того он и кинется, он не знает своего родных и своего отца даже и так далее. Вот, вот, манкуртизм очень плохая вещь. Вот, и таких много, и раньше было, и сейчас в современном мире тоже много таких. Через стрельбу я познаю самого себя, через лошадь познаю внешний мир. мои предки скифы и гуны и я потомок гуна. боевой дух мадьяров испытал на себе множество вливаний со стороны великой степи. Мадьяры были и остаются одним из самых воинственных народов в Европе. И с доказательством тому отдельный род войск, созданный мадьярами гусары. Экспедиция The Treasures of the Nation как всегда везет. Рассказать о происхождении гусар нам согласился не просто историй, не просто военный историй, но настоящий подполковник венгерской армии, директор Венгерского военно-исторического музея доктор Ласло Веспреми. Доктор Веспреми, мы слышали, что гусары как род войск возникли в Венгрии в Мадьяр в Борсак. Как это произошло? В 15 веке над Европой нависла опасность завоевания Османской империи и возникла необходимость создания совершенно новых кавалерийских методов, способных противостоять азиатскому типу ведения конного боя. Для этой задачи нашлись и совершенно новые люди. Османское вторжение на Балканы породило целые потоки беженцев, сербов, болгаров и других народов, многие из которых уже имели разнообразный опыт ведения войны. Объединив этих иноземных новобранцев собственно венграми, вооружив и обучив согласно венгерским военным традициям, король Матиаш Карвин создал принципиально новый род польск, легкую кавалерию, способную вести войну как на европейский, так и на азиатский манер. Вот здесь я вам добавлю такой комментарий от себя. Вот то, что они называют гусарами, это слово вообще взаимосвязано с хазарами. Хазарами так называемый. Хазар, правильно, хазар. Вот европейцы, так как они забыли свои корни, вот слово хазар, хазар, да, они, так как там связано с хазарами вот это военное наследие, что это такое военное государство, хазарский галанат, столько веков он просуществовал, империю создал и так далее. Вот это хазар и само слово каз, оно воспринялось как гусь по-другому. Вот по-русски каз, это же гусь. Вот. И почему это гусь, да, я вам объясню, потому что каз, вот по-казахски значит слово каз и куз, оно как бы означает одно и то же, вот птица по-русски, это куз по-казахски. Вот куз и каз, казахи ну как бы отождествляют вот эти понятия, то есть и каз и куз это одно и то же, это как птица, как гусь, значит тождественные понятия для казахов. И вот так вот, вот это понятие, оно ну как-то переросло в европейское, так скажем, это понимание слова каз, и у русских вот это слово гусь это от слова куз вообще, птица казахская, куз она в конце концов тоже там как и гуны, да, куны тоже это трансформировалось в гуны, вот так же куз это в гусь, в гусь переобширалась в конце концов гусь получилась. Вот это гусар это оно связано с этой словом гусар, казар, казар гусар получилось у них такое слово, это военный такой, военный человек, воин по-другому элита это как сейчас назвать это как гвардеец по-современному гвардейское войско элитные войска так вот вот это гусары и казары они тордественные понятия вот 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 сейчас объясняет что в Европе то есть венгры они стали костяком вот этого гусарского движения в свое время потом она дальше переметнулась там в другие страны там у французов тоже появилось потом у русских появилось гусарство вот это в конце концов у них это все корня это вот от хазаров идет от хазарства как говорится ну а хазары я вам сказал что они с корня это есть архуны архуны казахские архуны вот то есть в конце концов корни идут все туда вот я вам объяснил что такое гусары гусары почему они военная элита со второй половины 15 века гусары становятся уже неотъемлемой частью венгерской армии 17 же века после битвы под Махачем когда венгерское королевство пало и возникла австро-венгерская империя гусары входят в состав регулярной имперской армии именно с этого момента гусары обращают на себя внимание европейских стран своей мобильностью храбростью и искусством кавалерийского боя а в чем особенности гусары кроме вот этой красивой формы чем они отличались как рот войск в первую очередь конечно тактика и вооружение цабли пороховые корабли и прочее они были прекрасно приспособлены для быстрых нападений на врага и разведывательных операций эти тактические приемы гусар оказались очень актуальными для ведения войн в новейшее время в результате неудачных восстаний венгрии против гавсбургов многие гусары эмигрировали за рубеж и тем самым положили начало для развития гусарства по всей Европе причем гусарство стало столь популярным а происхождение этого феномена настолько уважается что к примеру во Франции гусарский марш до сих пор поют именно на венгерском языке венгрии всегда умели удивить своим воинским искусством внезапными ли набегами непредсказуемых хачевников лихими ли вылазками бесстрашных гусар но в залах венгерского военного музея более всего нас поразил один экспонат 20 века мимо которого мы не могли пройти просто так доктор в первое время мы здесь в музее у вас видели танк под названием Туран что нас очень удивило можете нам рассказать про него да действительно у нас есть макет танка Туран который я могу вам показать в другом зале и кстати даже название этого танка перекликается с нашими венгерскими традициями после поражения в первой мировой войне венгрии было запрещено иметь тяжелую артиллерию и бронетанковые силы чтобы восполнить этот недостаток в начале второй мировой войны Венгрия начала осуществлять так называемый Дьорский проект перевооружения согласно которому предполагалась закупка лицензий на выпуск танков и артиллерии в других странах из множества вариантов венгерский инженер выбрали модель среднего танка от чешского завода Шкода что же касается названия танка то в Венгрии того времени были очень популярны идеи о древней прародине Мадьян так появилось новое название танка Туран всего было выпущено более 100 штук этих танков все отправлены на Восточный фронт после войны уцелевшие танки были реквизированы Красной Армией и бесследно исчезлить но сохранились чертежи танка Туран которые лежат сейчас перед нами это первая модификация танка 1940 года выпуска оснащенная 40-мм пушкой и 50-мм защитным блоком размещенным в передней части танка мы располагаем и более детальными схемами этого танка сейчас я вам их покажу здесь также приложены все подробные описания деталей и узлов танка весна порой дороги войны поворачиваются непредсказуемым образом так странно осознавать что где-то по полям второй мировой блуждал танк с тюркским названием как бы стремясь на родину на восток на просторы великой степи увы сегодня нет никакой информации о том в каких конкретно боях он участвовал как показал себя в боевых условиях но все же танк Туран оставил свой сроках боевой славы мадьярских воинов эпоха степных воинов ушла в небытие как же ныне живут в Венгрии потомки последней волны кочевников кипчаков чтобы выяснить это мы прибыли в восточную Венгрию город Карцак здесь и поныне живут поколения кипчаков хана Котяна и нам повезло мы оказались здесь в разгар фестиваля традиционной кухни кипчакских мадьяр вот здесь видите называют венгров кипчаками вот и хан Котяна они сейчас произнесли же ну кипчаками то что называют венгров понятно нам казахам потому что что капшахи наши что аргыны они все родные братья там их отличить практически очень сложно мы сами их не можем отличить поэтому то что они кипчаками называют это нормально для них пойдет вот только мы сами между собой когда родословную щежре интересуемся мы уже там все тонкости четко четко на место ставим где аргыны где кипчаки кто из какого там подрода и так далее вот я хотел насчет хана Котяна там сказать свое значит слово версию вот у аргынов есть кутан кутан коданби это значит отец ахжолби адаэрхожи например у нас в щежере кутанби называют это у аргынов такое имя было раньше распространено еще раньше например встречается имя кутан у уисунов их там дальний предок его тоже звали кутан вот мне кажется так я для себя просто значит анализируя все вот эти данные мне кажется вот это кутан оно тоже искаженное имя до сегодняшних дней дошло от наших предыдущих там поколений так скажем кто нам дошел вот это слово кутан или хутан это вот это котян говорят хан мне кажется оно правильнее его назвать катан вообще катан почему потому что вот в этом слове есть смысл в имени если такое имя дадут человеку есть смысл катан это сами знаете по-казахски катан это строгий такой человек по-другому даже сказать что хатан это строгий грозный можно сказать человек вот наиболее близко подходит понятие грозный вот хатан хатян хан хатан хан это скорее всего грозный хан по смыслу вот так и наши предки раньше которые назвали тоже хатан это до сегодняшних времен вот эти буквы звуки меняются я уже к этому привык я уже на это так скажем обращаю внимание нет нет что искажения происходят даже вот это наш арган то что мы род ведем и до сегодняшних дней на самом деле аргун оказывается вот из-за этого я на такие вещи спокойно уже обращаю внимание и вот я считаю что наиболее правильно это имя звучит хатан вот строгий вот по другому по другому да грозный больше подходит хатан зан говорят же строгий закон вот смысл в этом вот моя реплика и вот который у рау но он 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 Курдак, курадки, без всех. Этот фестиваль проходит уже 20 лет. Сейчас мы достигли числа участников 15 тысяч человек, может быть даже больше. Здесь не просто праздник традиционной кухни, но и проходит конкурс на лучшее приготовление жарковой из баранины. Жарковая из карцага готовится уникальным образом. Используем всего барашка от головы до хвоста. Фестивалью мы готовимся еще с весны. Нужно выбрать подходящего барана. Это должен быть не слишком юный, не слишком старый баран. Идеальный возраст 4-6 лет. Выбранного барана больше нельзя выпускать на пастбищу, чтобы у мяса не было вкусной травы и так далее. Есть очень много секретов вкусного жаркова. Я не могу сказать, но сейчас мы их сочетаем. На любом мероприятии у нас все обязательно связано с приготовлением жаркова. Свадьба, выпускной вечер, день рождения, похороны – всегда и везде присутствует жаркое. Те, кто пришел со свадьбы, вначале спрашивают, ну какое было жаркое? И только вторым вопросом спрашивают, а какая невеста? А вы кун? Абсолютно. Абсолютно. Моя фамилия Чурек. Это старинный кунский род. А я к тому же с обеих сторон кун. Это род Ковач, Шары Ковач. Мне часто говорят, что это тарков. Посмотрите на мои скулы и подбородок. Как говорят в Венгрии, кровь не становится водой. Слышали, да, казахтар? Женщина говорит, что она кун. То есть аркун. Я аргынка, говорит аркунка. С двух сторон, Куна, называют. Вот аргындар. Агайндар. Я аргынка, говорит аргынка. Агайнка, говорит аргынка. Находясь дома, как-то воспринимаешь флаг как нечто обычное, повседневное. Но когда встречаешь свой родной казахстанский флаг где-то далеко от дома, наполняешься какой-то теплотой и, наверное, уверенностью в том, что часть тебя присутствует здесь. И ощущением того, что здесь тебя воспринимают как своего, как брата. Соломасис. Говорите по-казахски? Конечно, я же копчак. Я 20 лет назад учился в Алматы в Казгу. Я тоже живу в Алматы. Замечательно, очень рад. Алматы прекрасный город. Олову у нас готовят в принципе так же, как и казахи. Разница в том, что у нас разрезают голову пополам, солят, добавляют всякие специи, обогащают вкус мозга, затем связывают бечевкой и готовят в жарком месте с мясом. Вкусно? Очень вкусно. Вы сами готовили? Да, 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 конечно. Кроме любви к мясу у казахов и кунов, что общего? Конечно, у нас есть и много общего, есть и различия. Но что нас объединяет, что казахи, что куны, мы очень тяжело забываем как плохое, так и хорошее. Кроме того, очень важную роль играет семья. Мы всегда можем рассчитывать друг на друга, в какой бы части света ни находились. И мы можем бороться до последнего вздоха. Мы уже настолько не похожи друг на друга, чем раньше. Например, у нас лошади были намного быстрее, чем у монголок. В самом сердце фестиваля, словно напоминая, что не хлебом единым, жив человек, что ему нужна и духовная пища, располагается обширный Копчакский музей. Открытый еще с 1906 года музей демонстрирует экспонаты со всей большой Куншакской степи, повествуя посетителям о том, кто такие куны, откуда они пришли и чем отличились на земле Венгрии. Оказалось, здесь экспедицию ждал сюрприз. Посетив музей, мы внезапно получили неожиданный ответ на гусарский вопрос. Здесь вы видите, как Копчаки шли из Монголии через Китай, территорию Казахстана и Украины и оказались в Венгрии. Те куны, что живут здесь, пришли непосредственно из центрального Казахстана. В начале 13 века под ударами монгольской конницы часть Копчаков по главе с ханом Катяном была вынуждена бежать из причерноморских степей на территорию Венгрии. В 1239 году король Белла IV встретился с Копчаками и позволил им поселиться на его земле. Это событие было отражено в скульптурной композиции, которая установлена в городе Корцак. Над фигурами Белла и Катяна вы видите льва с двойным хвостом. Это символ храбрости венгерских Копчаков. Вот здесь на пряжке ремня можно увидеть такого льва. Это копия ремня, обнаруженного нами при раскопках. А почему здесь Копчак стоит вместе с гусаром? Тем самым мы хотели показать воинскую доблесть, храбрость кунов и гусар. Куны всегда составляли армию венгерских королей. С 18 века эта армия переросла в гусарскую. То есть ядром первых гусарских формирований были именно куны и кипчаки? Нет, это не совсем так. Потому что первоначально гусары формировались из разных народов. Но в 17-18 веках, когда мы говорим непосредственно о венгерских гусарах, здесь это ядро было легче сформировать, потому что куны уже сами по себе являлись превосходной армией. Причем королевская армия. Утверждают, что самыми доблестными из венгерских гусар были именно кунские гусары. Куны были той боевой силой, на которую всегда мог рассчитывать король. Отгремели древние войны, и ныне потомки кочевников отдыхают от души по-гусарски. А по древним дорогам войны ныне проложены туристические тропы, по которым вы всегда можете приехать отдохнуть в гостеприимную страну Мадьяр-Орсак. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, вот еще один народ Вот хунгары, мадьяры, куны, которые являются частью казахских аргынов. То есть их дальние предки относятся к одному из первопредков аргынов – куну, ару и куну. Но я думаю, что там среди них не только куны, но и ары тоже там вместе, потому что они родственные, всегда рядом, как бы неразделимы были. Вот это еще один, так скажем, экскурс из глубины веков истории до современных, так скажем, дней. Кто из потомков аргынов? Это я сейчас к казахам своим обращаюсь. Это тоже для кругозора понимания этого мира. Так что я то, что говорил в предыдущих роликах, я говорил, что аргынов так по всей Евразии много, что их посчитать, наверное, невозможно сегодня. Вот это вот тоже еще одна часть аргынов, аркунов, как и, я перед этим говорил, авары, которых назвали тоже вар, хуни, потомки вар, хунов. Вот они тоже потомки аргынов, но ветвь ауары. Также есть чуваши нынешние, они тоже аргыны, аркуны, они потомки, значит, ветви су-ары, су-ары так называемые. Су тоже сын ара. Вот, и вот это крыло ихнее, это нынешние чуваши, так называемые. Вот это тоже аркуны наши, тоже родственники казахов. Вот этот экскурс был тоже, я надеюсь, полезен вам. Слушайте, изучайте историю. Я вам сейчас все это показываю, как говорится, направление исследования, направление поиска исторических, так скажем, связей. Вот это тоже будет одной из полезных, так скажем, роликов. К тому же, вот, как я в предыдущем одном из роликов говорил, Жак-Сулы Хасабитова, который не знает, где найти аргынов, так скажем. Вот ему ответ еще один. Где аргыны на сегодняшний день? Не только казахи. Аргыны есть рода и в других наших тюркских народах, и у крыгызов, и даже у монголов есть аргон род. У узбеков есть аргын, у татар есть аргын, у крымских татар есть, я знаю, аргыны. Это все вот потомки, это все ветви аргунов, аргунов древнего рода, аргун, аргун. Вот. Так что не удивляйтесь, что аргуны есть. И у персов тоже это вот эти арии, так называемые, так называемые, это тоже аргуны. Еще одно крыло в Индии, в Афганистане, среди пуштунов тоже есть, оказывается, ветвь аргунов. В Китае тоже. Там две тысячи лет назад хунны, сколько веков вместе проживали. Там, соответственно, тоже часть китайцев, это хунны, это аргунны, так скажем, аргунны. Вот. Так что не удивляйтесь. Изучайте. Свою шижри, а та шижри изучайте. Давайте, будьте здоровы, не болейте. До следующих встреч в эфире.